Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях Роман Гавриков. Роман стал чемпионом мира по грэплингу. Мы поздравляем тебя с победой. Я думаю, многие наши телезрители и все, кто смотрит сейчас нашу с тобой беседу, наблюдали за схваткой. Расскажи, пожалуйста, каково это быть чемпионом мира? Ну, сразу скажу, что это приятно. Тем более, скажем так, путь у меня был очень длинный к этой медали. У всех все по-разному происходит. Кто-то, как говорится, становится через несколько лет занятием, единоборствами. И у меня этот путь занял, ну, можно сказать, 26 лет спортивной карьеры. А если говорить честно, сам рассчитывал на то, что настолько далеко сможешь пройти? Наверняка мечта такая была, да, стать сильнейшим в мире? Ну, с детства я мечтал стать олимпийским чемпионом. Сам я занимался греко-римской борьбой. Вот, это моя база. Вот, я считаю, что благодаря своей базе мне и получилось в этом виде спорта добиться, ну, как бы, вот такого результата. Знаете как, надеяться, наверное, не надеялся, шел просто к этой цели. Вот, во-первых, мне очень полюбился, очень нравится этот вид спорта. Вот, потому что там минимум ограничений, то есть присутствуют все броски, соответственно, со стойки, которые присутствуют в вольной борьбе, греко-римской, самбо, дзюдо. И, соответственно, очень большое поле деятельности в партере. То есть, фактически все разрешено, очень мало, что нельзя. Я понимаю, что в основном будут смотреть те, кто разбирается, но если, допустим, наши телезрители не понимают, грэпплинг родственен, да, греко-римской вольной борьбе? Ну, конечно. Грэпплинг, я уже рассказывал, в вашей студии был. То есть, это симбиоз всех видов борьбы. Вот, поэтому можно и так сказать, да. То есть, в этом виде спорта могут абсолютно конкурировать все. То есть, могут собраться самбисты, дзюдоисты, классики и вольники и выяснить, кто сильнее. Если говорить о уже финальном этапе, можно ли выявить наиболее сложные для тебя схватки и те, которые дались легко? Можно, конечно. Конечно. Во-первых, сам чемпионат мира в этом году, ну, как говорили и организаторы, и, в принципе, с нашей федерацией, президент федерации, был самый сильный за все года. То есть, этот вид спорта очень активно развивается. На данном чемпионате было, если я не ошибаюсь, 25 стран. Вот. Ну, по ходу соревнований первая схватка у меня была с казахом. Ну, наверное, первая схватка одна из самых тяжелых была, потому что, во-первых, психологически надо подойти. Это первая схватка, надо продышаться. Все-таки была небольшая весогонка. Вот. Казах был непростой. Он был в том году вторым на чемпионате мира. Также является он чемпионом Азии. Вот. Но все сложилось. Выиграл я по баллам. Вот. Ну, в упорной схватке достаточно. Ну, на чемпионате мира, наверное, по-другому не может быть. Вот. Но, тем не менее, сложилось. Выиграл я первую схватку. Самая простая, наверное, оказалась эта вторая схватка. Я боролся с индусом, который закончил там в течение буквально 30 секунд. Получилось перевести и сразу сделать болевой. Вот. Ну, и следующая схватка, третья, у меня была со словаком. Словак – черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Это, ну, фактически виды спорта соприкасаются, которые с друг другом. Там немножечко система оценок разная, но вид спорта, ну, фактически один и тот же. Вот. Был достаточно тоже непростой. Ну, опять же, все получилось. Все, что задумал, все сделал. Ну, и, наверное, самое сложное, как оно и должно быть, вот. Это была финальная схватка. В финале я встретился с итальянцем, который являлся олимпийским... Скажем так, он состоял в олимпийской сборной под дзюдо. Также неоднократный чемпион мира уже по грэпплингу. Он, то есть, очень непростой. И в связи с тем, что, кстати, наверное, не оговорил, я боролся... У нас по грэпплингу проводятся две версии. Это грэпплинг и грэпплинг ги. Ги – это кимоно. То есть, в первый день у нас проходит грэпплинг. Это борьба без кимоно. Правила одни и те же, только форма одежды разная. Я отобрался именно в грэпплинге ги. То есть, борьба в кимоно. Что мне изначально не присуще. Потому что я классик. Это трико. Это все захваты за, скажем так, голые руки, корпус и так далее. Борьба в кимоно. Все, кто знаком с единоборствами, знают, что отличается. То есть, соответственно, другие захваты, совершенно другие варианты выходов и так далее. Это его родная стихия, где я понимал, что мне будет очень тяжело с ним бороться в стойке. Потому что до этого у него тоже был путь одной из схваток. Он встретился с иранцем, также с хорошим дзюдоистом. И он спокойно прошел. Поэтому тактически построена схватка была таким образом, чтобы не уйти вниз, отдать ему два балла. И дальше уже снизу атаковать его. И постараться, соответственно, или провести какой-то болевой душающий. Или хотя бы перевернуть, чтобы заработать баллы и в конечном итоге выиграть. Ну, скажем так, кто смотрел схватку или кто увидит ее, то, что я сказал, так и получилось. То есть, я ушел вниз, немножечко, получается, задергал его, задышал. И в конце произвел переворот, который у нас называется свип. Заработал еще два очка. И таким образом, в конечном итоге, у нас счет был 4-3. То есть, с минимальным преимуществом. Мне удалось удалять и занять первое место. У всех спортсменов есть некий пик формы, пик карьеры. И есть спады. Но вот насколько, пусть не так давно, но наблюдаю за твоим развитием, у тебя так присуща стабильность. Как это получается? Ну, на самом деле, не знаю. Я всегда говорю, мне везет. Наверное, так. Везет сильнейшим. Да, иногда я в себе сомневаюсь. Но, чтобы этих сомнений не было, я отдаюсь полностью на тренировках. Поэтому, наверное, залог успеха – это не талант какой-то, не везение, а это просто похота на тренировках. То есть, тот, кто пашет, или, как я по-другому говорю, нужно выстрадать все это на ковре. То есть, не надо отчаиваться молодым спортсменам, у которых сразу все не получается. Нужно просто идти к своей цели, терпеть на тренировках. И рано или поздно обязательно выстрелят. Потому что, ну, в принципе, я сам тому пример, да. Потому что пик формы у борца – это, скажем так, в основном до 30 лет. То есть, 25-28 лет. Вот. Ну, на данный момент мне уже, это не секрет, 36 лет, да, мне удается выступать на достойном уровне. Пусть, конечно, это не олимпийский вид спорта, да. Понятно, конкуренция немножечко другая. Но это не значит, что можно пойти и, как говорится, на одной ноге выиграть здесь просто вот так вот с бухты-барахты. Нет, нужно тренироваться упорно, идти к своей цели, и все обязательно получится. Сложно, наверное, и сейчас говорить, но все же планы на будущее. Планы на будущее, как и всегда, в принципе, оставаться в строю. Я всегда, как говорится, в онлайн-режиме всегда тренируюсь. То есть, приехав даже с этого чемпионата, я уже фактически с первого дня на ковре, на тренировке. Пусть, может быть, не так интенсивно, не два раза в день, вот, по одной тренировке в день, но, тем не менее, я на ковре. Дальше у нас начнется все отборы. Это с весны, это центральный федеральный уровень, чемпионаты России, дальше чемпионаты Европы и так далее, и так далее. То есть, в принципе, осталось не так много времени. До этого времени, ну, скажем так, постараюсь находиться в нормальной форме. Самое главное, чтобы было все хорошо со здоровьем. А дальше, ближе уже к соревнованиям, буду смотреть, как говорится, делать выводы. Ну, и надеюсь, что еще повоюем. Помимо стабильности, еще и скромность. Уже не первый раз, Роман, в нашей студии. И каждый раз, когда спрашиваю о планах на будущее, так скромненько. Ну, работать, дальше выступать, а потом раз, и чемпион мира. И так каждый раз. Ну, я считаю, лучше, наверное, больше делать, чем говорить, потому что слова это ничего не значит. И опять же, борьба, как у нас говорят, она женского рода, непредсказуемая. Вот, поэтому, то есть, загадывать что-то очень тяжело. Я думаю, что ни один твой ученик, твой товарищ по клубу, да, спортивному, гордится вообще тем, что имеет возможность тренироваться с тобой. Многие приезжают, чтобы взять у тебя мастер-классы, поговорить о каких-то приемах борьбы, испробовать на практике. Ты ориентир, да, для многих это не секрет, что ты ориентир, там, для будущего поколения бойцов. Кто ориентир для тебя? Ой, ну, знаете как, очень тяжело, конечно, сказать, кто для меня ориентир. Для меня, наверное, ориентир все-таки ученики. То есть, вот, я в первую очередь делаю, как говорится, как ледокол, да, наверное, который бороздит льды, там, где-то там в океане, да, на севере. Вот, пробивает эту дорожку, чтобы ребята, те, которые тренируются у меня, что видели, что в этом зале, в этом городе возможно подняться, там, на мировой педестал. Вот, и, соответственно, чтобы уже это звучало не так, что где-то там далеко и кто-то может, да, а что был живой пример. И, соответственно, уже следовать моим путем. Вот, именно вот этими мыслями я и живу, и, наверное, вот это мной и движет. Как бы такая работа на перспективу. Я уже даже, в первую очередь, думаю не о себя, а именно о своих учениках. Всегда, конечно, стремишься, как говорится, к каким-то вершинам, смотришь на кого-то. Вот, и когда эти покоенные вершины людьми из твоего зала, это гораздо проще психологическое. Потому что ты четко понимаешь, что тебе этот человек может воочию какие-то моменты подсказать, и ты будешь в его словах не сомневаться. Такой вопрос, конечно, не похожий на тебя, допустим, да, но все же я его задам. За 26 лет упорных тренировок, с самого начала, неужели ни разу не опускались руки, и не было мысли о том, что, да, брошу я все это. Знаете, когда вообще я переехал, можно так сказать, Сибири в город Рязань, вот, начало моего спортивного пути именно там, с Красноярской школы борьбы, вот, будучи маленьким, я был, скажем так, ну, не совсем смелым парнем, достаточно полным, вот, но очень целестремленным. Я сам себе хотел доказать, что я сильный, вот, что я, ну, чего-то стою, что я могу чего-то добиться. Вот, и всегда шел к этой цели. Конечно, понятно, что у каждого спортсмена есть спады, есть эмоциональные какие-то моменты, когда тяжело тренироваться, не хочется, все это не исключение, особенно в подростковом возрасте все это было, но у меня как-то все равно это прошло достаточно быстро, и после таких спадов у меня, как правило, наступал очень большой подъем, и я тренировался еще сильнее, и спады были, на самом деле, такие непродолжительные. Вот, ну, мог я там пару недель, как говорится, провести время с друзьями, там, на улице, вот, но тем не менее возвращался в зал, никогда не было таких мыслей в голове, что я не буду заниматься, вот, я этим делом живу, я это дело люблю. Ну, и также те люди, которые рядом со мной знают, вот, ну, для телезрителей я расскажу, вот, в 2005 году я получил серьезную травму, вот, я уже, по-моему, даже и в вашей студии рассказывал, да, в связи с тем, что не смог продолжать карьеру именно в греко-римской борьбе, то есть, получается, на пике своей формы это все получилось, ушел только на тренерскую деятельность. Вот, три года я не выходил вообще на ковер, вот, то есть, я только тренировал, вот, и через три года как-то, ну, потихонечку начал на тренировке бороться, даже несколько турниров отборолся по греко-римской борьбе, и в нашу федерацию вошел вид спорта под названием грэплинг, вот. Вот, и сначала, можно сказать, даже так, я валял дурака на тренировках со старшими ребятами, мы что-то боролись, особо ничего не знали, вот, чисто случайно я попал в Москву на семинар, на тот момент еще по бразильскому джиу-джитсу, меня это все очень затянуло, понравилось, тем более ограничений очень мало. Фактически вид спорта для тех людей, которые хочут научиться поставить за себя, но не хочут получать по голове, я вот так вот назову, да, так как удары запрещены, но можно делать болевые, душающие. Вот, и как-то потихоньку-потихоньку получается, что я начал тренироваться, затем организовал уже группу, соответственно, на базе с дюшорантей, вот, вместе с своими ребятами начал расти, они показывали результат. У меня фактически я уже на первой чемпионате России стал третьим, вот, ну и так вот пошло-пошло-пошло, и даже на, за этих, наверное, получается, пять лет у меня тоже были и спады, да, какие-то, то есть я 15 лет, 16-й год я полностью пропустил, вот, потом вернулся в 16-м году, выиграл чемпионат Европы, потом у меня полгода опять был простой, вот, потому что, как бы, не понимал, насколько буду себя хорошо чувствовать, вот, ну и, соответственно, так постепенно подошел к отборам и к данному чемпионату мира, и, ну, вот, все, что случилось уже я рассказал. Результат мы все видим, наблюдаем. Роман, хотелось бы пожелать ей дальнейших успехов в спортивной карьере, в спортивной карьере твоих учеников. Еще раз, наша компания поздравляет тебя с победой. Спасибо, спасибо большое. Это большая честь брать интервью у чемпиона мира по грэпплингу Романа Гаврикова. Спасибо, что пришел к нам, я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова